Девушки отдыхают 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 Я вообще услышал крики, остановился, думал, помочь. Вот так и помогай людям. Устроили пальбу здесь. А, ничего ужасного. Ничего страшного. Кстати, а, это наша заправка, что ли? Да, это она. Интересно, заправиться здесь можно вообще? Мне же обещалось, что на цепах. Если ты чистишь базу, то врагов не будет сколько. Ладно. Без этого было бы скучно. А почему ты показываешь последние моменты мне вот эти планы? Поворот. Почему так криво здесь, ну, а? С этим вот... Въездой на мотоцикле, особенно. Стоять. Я бы не сказал бы, что... Это мне нужно, да. ...наш новоприобретенный... ...ствол какой-то особенный там. Или еще такой справстрельный какой-то. ...бинтовка, которая самозарядная, стоит. ... 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 Что опять? В прошлой серии такая ситуация была. То есть он сутки типа ждет. И что? Я не понимаю. Почему так меняется время? Ну что? Научить тебя? Охотиться. Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в Десятом Горнон, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Да. Если приглядеться, увидишь знаки. И стать ведьмаком. Нас сейчас будет обучать. Видеть следы оленя. А где мой байк? Вот и хорошо. О, пикешки. Видишь оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Веду туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон оленя уже вижу. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в Десятом Горном, с оптическим прицелом разберешься. Вот так вот, да. Надо войти с той стороны. Сзади он не может взять, он только спит. Да, Коуп. Уж разберусь как-нибудь. И чего? Не спеша, не спеша. Да знаю я. Попал! Ха, четко. Выслеживание добычи. Вы получили способов вслеживании добычи. Используйте, чтобы выслите раненого оленя. Сначала найти кровавый след нажмите. Чтобы здесь связаться, если вы быту держите ей для поиска следа. А, черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабел. Главное, выследить. Видишь кровь? Присмотрись. Пока я буду смотреть в кровь, он уже убежит. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Сейчас будет. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Да, 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 да. Я знаю, что мы увидим. Ну что, умеешь потрошить добычу? Сейчас как он существует, выскочит. Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленях ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Нам нужно будет охотиться. Придется. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи. Спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп. Я буду иметь это в виду. Винтовка, а не пушка. Уронь второй доверие. Я должен спасти Бухаря. Коб, конечно, бывает козлом, но свое дело знает. Теперь мне пора на охоту. Нужно свежее мясо. Бухарину пригодится, чтобы поправиться и набраться сил. Окей. И что мне надо сделать? Я помню вступить в контроль с агентом НРО Брайана. Так, подождите. Так. Давайте вот это выберем. Так, стоп, ребятушки. Воробьятушки. Уронь дали повыше. Как думаешь, вики что-нибудь чувствуют? Ну, там, из прошлой жизни. Чай. А, вот, Михаил. А, ты только делаешь для лагеря? Так, давайте посмотрим. Как дела, Мэнни? О, есть. Хорошие кофры. Кофры можно хранить дополнительно боеприпасы. Заполнить кофры можно у любого торговца, заплатив соответствующую сумму. Обращайте внимание на то, что сколько боеприпасов обещают ваши кофры. Вместимость варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Чтобы достать боеприпасы из кофров, подойдите к задней части байка и удерживайте Е. А, пробел. Окей. А, это клевая штука. Бензобак. Это хорошо послужит. Окей. Красавчик наш. Так, третий, да? Оки-заки создал. О! А, то есть я его не активировал, что ли? И колесики давай. Ага, отличный выбор. В принципе, у нас все. Двигатель все. Выхлопуха все. Кофры все. Дизайн. А что по моему байку? Э, клоун. Как тебе бошку прострелил? Не-не, я еще кое-что поищу. Давай, уйди. Как дела? Слушай, Дэймон. Особый глушитель. Почему? Фриги побоятся с тобой связываться. А, стоп. Все, Максон. Больше ничего? Неплохо. Хорошо. Я работал в начальной школе ФРП. Хорошо. Ну, то есть я учил алфавитуса 1-2 классика и... Ты вернулся. Рада видеть. Жизнь. Как дела? Дик, скоро увидимся, да? Пока что все. Мне вообще не в этом лагере желательно повышать свой этот... Эй, Дик, как жизнь? Мы его успели... Ну, как жизнь, Дэймон? Вот я дурак. А чего одна кофра? Там сказано, кофры. Мы сейчас. Ладно. Как дела, Бухай? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленей не надо быть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Ты помнишь, что нужно делать? Коуп меня кое-чему научит. Хочешь, верь, хочешь. Не умрешь. Так, о чем была речь? Ну... Сейчас, подожди. Эй, слушай. Водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Почему ход Спрингска не могу? Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. О, спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, я не... Спасибо. Спасибо. Скажи, это был Дикон. Они поймут. Беги, старайся на глаза не попадаться. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленина добыть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Ты не помнишь, что он не владелец. Коуп меня кое-чему научил. Хочешь, верь, хочешь... О, шутишь, что ли? Спасибо, Дик. До скорого. Ладно, надо раздобыть мясо. Олень, петь, волк. Да без разницы. Сент-Джон, это Коупленд. У меня есть запчасть для твоего байка. Да у меня не хватит. Ремонт в механике. Самая бигаторичная. Самостоятельная. Хватит. Да хватит уже. Пока двигатель не зайдем, вы можете катить байк вперед или назад при помощи капс-лок. Если вы не хотите понимать, что у него скончили бизину, можно хоть борьбать с собой, потому что он не слишком крутой. Кредитов. Как наберешь, зайди к нему. Монс сделает. Конец связи. Ты зря это дура сделала. Дикон Сент-Джон, это Марк Копленд. Я просто хотел извиниться за тот случай с Пайком. После всего, что ты сделал для лагеря, в общем, я понял, что ошибался на твой счет. Короче, извини. Штаны на лужи не пристарайся. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Утром сломал очередную бритву. А ведь глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира. Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом. Все делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое, и еще, и еще, и еще. Вам всегда нужна новая машина, новый телефон, новое то и все, лишь бы прокормить жадную орду коммерсантов. Хотите купить что-то добротное? Неа, ничего не выйдет. У руля должны стоять честные трудяги. Если мы что-то делаем, то уж на века. Нашими руками строилась Америка. И мы выдержим все, что приготовил новый мир. Иные деревья гнутся, но не ломаются. Не сломаемся и мы. Ну вот. С вами Марк Копланд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. А по-моему, все поломано к хренам, Коум, что бы ты ни говорил. И жадные коммерсанты не так уж плохи. Я бы вот сейчас не отказался от нового байка. Чего он орет там сам с собой? Как будто его кто-то слышит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, давай посмотрим. Решил выпендриться. 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 там кто-то был я свои только байк повредил кто-то есть открываем ворота что тебе нужно что нужно так так и раздавай нам работу надо надо кое-кого выследить и кого именно что произошло после того как ты привел ту девушку лизу ларсон привел еще одну ее зовут роу салин хилая конечно вроде к работе годная мы ее отправили канал растительный копать так разбежала она пропала ушла за припасами вместе с алкаем и другими в тот заброшенный лагерь нера ну ты его знаешь наверное ты ведь там бывал да 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 я знаю где это найди ее дик тех краях видели немало иномадов и бродяг если они найдут ее первыми да да ладно я постараюсь ее найти давайте так стоп надо починиться что тебе нужно привет как жизнь заливай так давайте мы сейчас дадим привет да я просто смотрю сдадим ему уши трофеи как жизнь что нового уши принес хорошо пока все до скорого могу помочь строге бай жизнь так все уезжаем стоп сохранится а то я бывает забываю об этом это радио свободный орегон правда освобождает земля наших и нам решать как использовать ее во благо себе и своим близким это не я придумал это право нам дал сам господь я уже и в бошку попал я уже и в бошку попал то есть меня сюда заманила что здесь непонятно ладно обижимать его о то он вот так готова у у у Хо-хо-хо! Дик, валим! Валим, 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 валим! Кану, жесть! Зэмжон вызывает Ход Спрингс. Дакер, слышишь? Дадик, я здесь! Так, я на месте. Там, где в последний раз видели девушку. Походу, на них тут напали фрики. Если девушка была здесь, вряд ли она шибала. Черт, фрики! Ух! 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 Эх! Хорош! Хлопцы! Эх! Ух! 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 а нет нет я тебя не меня вот это тюрьме бабы сама наглую я короче понял сюда созвались все таки лога отстань отстань тихо 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 я тебе не враг видишь я не с этими стоп стоп я же сказал я пришел тебе помочь нет нет мы стакер я так на вылазки хожу меня морили голодом я не подчинялась приказам и меня перестали кормить это рабочий лагерь там все должны работать я не прислуга я не вернусь туда ясно тебе лучше уж тут умереть ладно ладно успокойся ты уже как знаешь все должны работать мы с бухарем не можем поехать на север пока не починем байк а нас ясно так доступно заказ наклейки ясно деталь лагеря ход спинкс так что она сказала что такер морила и голодом за отказ работать черт я даже не знаю что хуже правда искательство коплинда или диктатура такер да у лк есть нужное железо так что мы с бухарем едем на север и чем скорее тем лучше вступить в контакте уже к зданию так я просто испугался что там была толпа меня тут ждут е-мое мы конечно можем я бы конечно вместе сохранился бы хорош а бежим здесь уже не получится нарвался у меня оружия такого нет так все они дерутся да там такая толпа просто ясно дождите так не все же прибежали мы сейчас можем спуститься и потихонечку по одному или не получится давайте команда давайте команда алька алька чего я сразу тупил не зелу булаву это наш не объяснять ничего не объясняет непонятно как хорош так а что у нас осталось все хорош так ладно все едем по миссии я мое hello вот это хлопцы согрелись был у меня пулемет дороге я сказал причем они то вроде бы и бегут за мной такер дикон сэн джон дикон сэн джон вызывает аду такер да такер я нашел ее она возвращается ну она взяла байк одного из бродяг заявила что сама доберется отказалась от помощи ты обалдел дик надо было ее проводить ты чего такер что не так она может не захотеть вернуться нет нет конечно просто такая девчонка как роуз да она же не понимает с чем имеет дело они уже не не знаю может как раз понимает отбой вроде бы гнило зачистил все равно этих фриков стало еще больше уже толпами ходит что ли там все пока скидан попросили знаки не объяснила что это запросила причем они стоит это делать так явно я здесь уже был там надо будет проскочить не по мосту а возле моста где-то миша мой убитый был в прошлых сериях когда я вирус спасал вернусь попозже сожгу оставшиеся гнезда в смысле где а а где здесь гнезда я же все сжег вроде бы я все гнезда здесь вроде бы поджигал ладно не понимаю это игры короче опять подземелье почему нельзя вот по той дороге и и а и и и и и и Металовым. Хорошо. Волк. Пора обедать. Попал. Но в хеджи стреляет. Ты еще бы мотоцикл скинул. Теперь еще надо освежевать. Обнимайся. О, там уже этот лагерь. Да, шумный. Попался. Не знаю, что это было. Попался. О, Брайан. Сколько нам тут еще торчать? Я только начал, так что остыню, ладно? Все, мне надо работать. О, Брайан. Походу нашел. Так, и что мне пешком? А, байки нельзя, да? Ну, вот это то, Брайан. О, Брайан. О, Брайан. Много еще времени нужно? Я не доктор, я вам уже говорил. Простите, лейтенанту Брайан. Долго мы еще не будем. Сколько подъебать? Брайан. Мне показалось, на подлете я в каждое видео. Пойду посмотрю. Ничего особенного. Свежие падали. Ладно, доктор. Лейтенант, сами только в падаль не превратитесь. В падаль ее могут стать только... Ваши ребята, вы всегда смотрите. Да, все чисто. Что это? Вы это слышали? Лейтенант, Брайан. Заметка номер 006. На подлете к цели я увидел большой рой насекомых, предположительно от Абанус, Атритус или Египтеры. На прогалине, в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что их привлекло, но исходя из размеров рои можно предположить, что это свежие падали. Это где-то здесь. Эй, вы это слышали? Вот он. Догадка насчет Дабануса от Ратус подтвердилась. Вот много слепней, хорошо, что на мне костюм. Труп относительно цел. Судя по всему, это Адакориус химионус. Чернохвостый олень. Тупые охранники. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол НЭР 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намагов, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили. Там всех разорвали на куски. Ладно так, слушай. Я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, Убрайан? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Убрайан. Я помню. Ну, конечно, у нее было на живое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пее, был захвачен. Поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силдер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, тихо, тихо. Я выясню. Я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем. Тупай. Не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелят. Я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей. Понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу. Кислород. Я ее спас. Я греб за это проблему. У нее начался сепсис. Она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь. Я ее спас. Убираю. Убираю. Берем. Мне пора. Пожалуйста. Уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь на что они способны. Убираю. Если ты исчезнешь, зная, я тебя из-под земли достану. и тогда сломанная антенна и ты уже не отчета угрожаешь уже спас свою жену мне жаль что так вышло с твоей женой но не ты один тогда потерял от них дик 2 вертолет увозить стопить контакт 6 процентов разобраться с прошлым сюжет обрань жив этот выжил он вспомнил ту ночью феррале ночь когда я посадил сару вертолет их туда отправили на юг не в тот лагерь на который напали фрики он не знает жива ли она сейчас с тех пор было захвачено много лагерей а еще рано она потеряла много крови у брайан попробовать заняться этим делом посмотрим что он узнает нет я не цепляюсь за каждую одежду она что она жива я просто просто хочу знать правду хорошо отмена хорошо я виновата я виноват выбор побочного задания давайте с этим заданием справимся так попасть на живот украина украина выжил как он мог выжить их же послали на юг он включил ей кислород поставил капельницу не дал ей умереть у нее было бы заражение крови она бы не выжила но он отвез ее в полевой госпиталь он спас ей жизнь так сказал он спас ей жизнь может она еще она нет 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 но о брайн жив а если он тогда может быть дик слышишь бухари да я тут тебя спрашивал помнишь ли ты того урода из неро о брайана дик я все это помню очень смутно да да ладно ты поспи немного я тебе потом расскажу когда мы отсюда уедем дик скоро уже скоро слушай кто там как только твоя рука заживет мы отсюда свалим да дик хорошо тут что то есть и ну что то есть и 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 Дик, ты на слезе? Ты нашёл вертолёт? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Да, это был он. Он нас вспомнил, Сару, что произошло. Иду назад! Прикройте меня! Прикройте! Откуда они появляются? Скоростремленность. Нет, ты наконец, не знаю, обретёшь покой. Да какой нахрен покой? Ты чё несёшь-то? Ладно, мне пора. Отбой. На что у меня эту винтовку? Я в камни к месту. Так, что ещё здесь можно было облутать, посмотреть? Максимально тряпится, да? Вообще, откуда они брались эти винтаторные? Лагерь прикольный. Я вообще, когда просматривал бинокль, никого не было видно. Ну, это нормально так делать, да? То есть, смотрю в бинокль, никого не вижу, а потом, хоп, уже кто-то есть. Это всегда так. В игре. Ладно. Нам нужны животные. Мы должны походиться на животных. Давайте проверим, что там, и всё. Какие-то вопросики появляются, и непонятно, что это, зачем это. Так, ладно. А где наше убежище на горе Вольном? Быстрый переход. Давайте перейдём. Перейдём это место. И оттуда, я думаю, сохранимся. Хорошо. Вообще, ну-ка. Чём около хода? И ставим кусики. У нас то, что-нибудь обновилось. Это лом. Бито. Ясно. Так. Ух ты. Тут всё можно собирать. Давайте отнесём бухари мяса, если, конечно, оно отреагирует на это вообще всё. Так. Припасы. А то всё копим, копим, припасывайте. На самом деле они, может быть, им нужны. Ну, дай ему мясо. Мясо кончается. Ясно. Будем отдыхать. Передохну чуток. Да. И отправимся, скорее всего, добавлять, искать мясо. Чтобы наш бухарь выжил. Будем его кормить мясом. Всё. Всем до следующей серии, народ. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...